дорогие друзья спасибо за то что вы с нами я верю что это служение и проповедь коснется вас пожалуйста не забудьте поставить лайк под этим видео прямо сейчас а также подпишитесь на наш канал и поставьте колокольчик чтобы получать своевременное извещение о новых видео также я прошу напишите ваши комментарии вы можете либо вопрос задать либо напишите ваш ваше впечатление ваш отзыв все это способствует распространению данного видео и проповеди евангелия пусть бог благословит вас во время этого просмотра я думаю что мы с вами должны быть бесконечно благодарны господу за то что вот в его любви в его каком-то осознании мы можем переписать весь сценарий нашей жизни вы знаете когда-то когда мы были маленькие кто-то может сказал нам какие-то негативные слова может быть бабушка сказала знаешь вот и может быть она это повторяла постоянно я знаю такую совершенно красивую привлекательную женщину бабушка говорила и в детстве постоянно какая-то некрасивая кто тебя замуж-то возьмет и вот так она говорила ребенку постоянно или еще одна женщина которые говорили с твоими способностями только в содержанке идти вот такие вот программы вкладывают нас любящие взрослые понимаете которые может быть и не имеют в виду ничего плохого но однако а эти слова как-то остаются в нас застревают где-то может быть даже в нашем подсознании и мы неосознанно следуем этой программе господь когда приходит в нашу жизнь он вот такой лавиной любви приходит что он камня на камне не оставляет правда от этого всего следа и вот я хочу вас еще раз ободрить что доверьтесь божией любви перепишите а все что вот все что написано неправильно во вас скажите я больше не буду верить этой лжи я больше не буду соглашаться со всеми этими ограничениями которые кто-то настроил в моем разуме когда еще была такая доверчивая такая мягкая в своей душе и это все состоится самое главное для женщины это открыть в себе вот этот божественный источник жизни божьей жизни и тогда вся ее сущность просто меняется и вся ее жизнь меняется потому что я говорю не просто пустые слова я говорю совершенно четко что каждый из вас есть божественные сокровища и вы просто можете открыть их в себе и дерзновенно все это проявить в во внешний мир не просто нашла не наслаждаться самим тем что господь вам открыл но обязательно проявить во внешний мир и как многогранна женщина правда вот мы были на мастер-классах мы слушали сколько тут сестер прекрасно поет какой творческий потенциал у женщин я думаю что вот так знаете если бы была нужда каждая из вас могла бы провести какой-то мастер-класс каждый из вас могла бы сесть вот тут на брифинге и просто делиться своей мудростью своим опытом потому что во всех нас есть что-то очень ценное но вот из всего этого складывается наш долг женский и сразу стало так тихо потому что все думают ну вот к чему это ты свела то ну так все хорошо начиналось потому что мы не любим это слово долг одно такое неприятное но тем не менее есть этот долг мы как члены общества как матери дочери жены какие-то работники мы имеем этот долг и каждый из нас по-разному относится к нему но вообще-то он требует серьезного отношения и вы знаете иисус возлагает на нас еще один долг вот если вы откроете евангелие от матфея одиннадцатую главу можно дать здесь на проекторе я прочитаю по рб о переводу 11 11 глава 28 стих иисус говорит придите все ко мне измученные тяжкою ношей я дам вам отдых наденьте на себя ярмо моих заповедей и у меня учитесь потому что я мягок и кроток сердцем и вы наконец отдохнете ведь заповеди мои просты и ноша моя легка то есть господь приходит к нам не просто так он возлагает все-таки на нас какую-то ношу понимаете с одной стороны он говорит вы отдохнете во мне потому что можно вот так наконец расслабиться от всех вот этих негативов от всех травм от всех каких-то непонятностей в своей жизни а с другой стороны мы должны взять его ношу и что же это за ноша я думаю что каждая верующая женщина знает это ноша нести любовь в мир его любовь и вы знаете какие бы социальные роли мы не играли но в каждой из них мы должны проявить божью любовь вы согласны со мной слава богу а когда любишь то не тяжело ведь что-то делать для кого-то ну разве нам тяжело для своих детей там делать что-то да мы рады наоборот когда мы имеем такую возможность вот так же точно мы должны относиться ну ко всем людям которые с которыми мы вот как-то связаны в жизни да таким образом мы исполняем вот этот свой долг долг служения и вот давайте еще раз посмотрим на табличку которая мне так полюбилась сегодня это вот идеальная женщина да вот посмотрите сколько вокруг нее всего и ну каждая из нас наверное уже сегодня с утра уже прикинула а чего мне не хватает тут да вот кому то все равно что-то да у кого-то что-то да отсутствует или кто-то хотел бы что-то по-другому что как-то было но вот некоторые женщины говорят вот когда у меня будет все и вот из этой вот такой схемы когда я получу то что хочу вот тогда я и буду служить понимаете когда вот бог ответит на мои молитвы я уже сколько лет молюсь но он же не отвечает ну значит и я не буду служить значит и у меня нет такой особой мотивации что-то делать и вот я хочу привести вам в пример одну женщину вот дайте пожалуйста фотографию вот кто это такие кто знает но это совсем не бонни клайд еще еще какая-нибудь версия ноу литературный клуб но я скажу вам это осип и надежда мандельштам мы мандельштам да вот такие светлые красивые люди с такими одухотворенными лицами и ничто не предвещало их трагической судьбы понимаете вот ну я думаю что вы знаете что на свою беду осип мандельштам был гениальным поэтом и к тому же еще и честным гражданином вот есть люди которые молчать не могут надо обязательно высказаться и он написал вот а времена были тяжелые это было там 30 какой-то год 35 до 37 вот в этот период он написал несколько очень крамольных стихотворений про самого сталина и как они не прятали эти стихи они все равно дошли до до верхов и конечно же его репрессировали его репрессировали потом выпустили его выпустили но не дали уже ему жить в москве отправили в ссылку сначала они были в ссылке в воронеже надежда мандельштам вот сама являясь одареннейшей женщиной как потом оказалось что она была в литературном плане очень одарена вот она буквально посвятила себя своему мужу это было настоящее служение высоком смысле слова когда его выслали из москвы она имела право остаться в москве у них и так то ничего не было они были очень бедные вот она пишет что вот осип был просто человек праздник вот ничего у них не было но зато почти каждый день был праздник вот он принесет консервную банку и былку хлеба они сядут за какой картонный стол или ящик перевернутый и у них праздник как мы же тут вот сидим и празднуем и вот надежда ну поддерживала его всегда в этом понимаете может быть ей хотелось чего-то большего но она была рада что вот муж ее вот счастлив что он вот так может вот такого таким мелочам радоваться и она радовалась вместе с ним она пишет свои книги что она могла бы всю жизнь вот так просидеть рядом слушая его разговоры когда он с кем-то разговаривал просто молчать и просто слушать эти разговоры то есть вот это было ну такая такое сердце самопожертвованное ну то есть я вам говорю что они уже и так жили очень бедно но когда их выслали из москвы то наступил вообще кошмар потому что он уже был опальный да поэт ему не давали работать не было уже естественно никакого жилья они где-то ютились без конца переезжали и ей приходилось так как она могла въезжать в москву она въезжала в москву и просто ходила по знакомым и и друзьям и выпрашивала деньги просто можно сказать побиралась понимаете чтобы просто не умереть с голоду им давали ну кто-то давал кто-то не давал кто-то помогал кто-то так делал вид что вообще я с ними не знакомы как всегда люди по-разному себя ведут когда кто-то попадает в беду и там он тоже писал стихи они их как-то записывали многие она учила наизусть чтобы не записывать чтобы ну и чтобы они не пропали заставляла еще кого-то учить говорила если мы погибнем ты хоть будешь вот знать вот она у нее была цель жизни вот сохранить его творчество и сохранить память о нем и кроме того еще кроме всех этих бытовых каких-то ужасных неурядиц добавлялся еще страх что его вот-вот снова заберут и на самом деле они понимали что они обречены его на самом деле пришли и забрали какой-то момент и там уже были опять пересылки тюрьмы этапы ну видите что человек то такой был хрупкий он не выдержал всего этого и умер в какой-то больнице гулага даже никто не знает в какой и никто не знает когда ни о чем этом не сообщили она уже понимала что его нет на свете и всю свою дальнейшую жизнь она была еще не маленькая эта жизнь она посвятила вот сохранению его наследия она переезжала из города в город у нее все эти стихи хранились в чемодане все это было как-то спрятано запрятано перепрятано все наизусть все и в семидесятых годах уже двадцатого столетия когда его реабилитировали ей она написала мемуары и ей удалось их переслать на запад где они просто вызвали фурор потому что на западе тогда не знали что вообще происходит за железным занавесом и тут как-то все это прорвалось и это было так написано что вот читать одно удовольствие я вам очень советую если вот вы хотите научиться как быть женой то просто прочтите эту книгу она называется мой муж осип мандельштам вот такие примеры есть в нашей истории в истории нашей страны да и в библии и вот самопожертвованного такого служения и мы должны все понять вот учась на таких уроков учась на своей жизни на каких-то еще жизнях сестер мы должны понять идеальных условий не будет никогда вот если ждать идеальных условий вот все как вам надо чтобы сложилось как-то так все получилось мы никогда не сможем служить мы никогда не сможем делать что-то по-настоящему важное и поймите нам дана огромная сила справляться с этими препятствиями проходить их это даже хорошо препятствия и трудности и проблемы потому что они побуждают нас к росту правда и бог создал нас женщин как помощников уже сегодня было об этом да немножко разговор помощник помощник мужчине помощник ну еще кому-то да это такая функция и в этом слове самом есть какое-то пренебрежение на самом деле ну как будь то помощник там режиссера помощник повара то есть тот кто без кого можно спокойно обойтись но когда жена помогает своему мужу то этот помощник совсем не как помощник повара это я бы так сказала это как птица и ее крылья понимаете вот какие мы помощники мы являемся вдохновением и творческой силой наших мужчин мы поднимаем их просто понимаете вот они бы без нас лететь не смогли мы поднимаем их но если не с неба поднимаем то с дивана хотя бы поднимаем и этому даже есть научное подтверждение что когда мужчина ну скажем лежит на диване он не хочет оттуда подниматься ни при каких обстоятельствах но если женщина подойдет и скажет что например ребенок там потерялся он в опасности то мужчину просто сдувает правда или женщина подойдет и попросит его что-то сделать потому что потому что она не может без него сделать то тоже самое вырабатывается у мужчины гормон вазопресин и вот тогда он может что-то делать понимаете но тоже надо уметь попросить вот если вы подходите с таким каким-то ну а с таким недовольством с таким вот претензии с каким-то с какой-то руганью то тогда начинается а я тебя просила три года уже ремонт сделать а я тебя просил год в шкафу убрать ну этих претензий их там просто миллион да то есть каждый кто-то что-то хотел другой не сделал и вот такие вот всякие вещи поэтому вот этот вдохновляющий образ до птицы и ее крыльев запомните пусть птица выбирает направление правда она там у него глаза она видит куда лететь но крылья там и и мы вот эта сила вдохновляющая и вот я сейчас хочу затронуть такую наболевшую тему это служение в семье давайте еще одну табличку сейчас не могу я без табличек вот посмотрите значит я разделила служение в семье на три сферы первое это служит я быстро этого всего коснусь служение физическое удовлетворение второе это душевная близость третье духовное единство вот посмотрите сейчас вы видите здесь на экране то ну как бы служение телу да физическое служение наше и у мужчин есть свои задачи и у женщин вот сразу скажу что в служении именно дома в семье женское служение является главным вот не обижайтесь сестры дорогие но мы должны делать больше дома чем мужчина почему очень просто потому что у мужчины много разных задач вне дома у него может быть ответственная работа у него может быть вообще много этой работы это нормально для мужчины он они как раз созданы для решения тяжелых таких трудных задач их мозг их тело к этому приспособлены но ведь это тоже требует от них сил понимаете и они вкладываются туда они думают об этом но дома они уже так не могут вкладываться а вот если женщина не будет заниматься домом семьей своими близкими то дома сразу станет холодно неуютно и тепла там не будет вот этой атмосферы не будет вот мы именно с вами дорогие женщины творим атмосферу в доме поэтому муж он обеспечивает защищает да он дает сексуальное удовлетворение жене и женщина она у нее очень трудоемкие тут задачи она что делает она еду готовит так она кто-то любит готовить из мужчин да но все-таки женщина тоже должна готовить я думаю она создает уют в доме порядок она за этим следит и также у нее есть вот это сексуальное удовлетворение мужа это ее задачи через эти вещи она делится с мужем своей от энергии женской мы не просто пришли приготовили там ужин мы вложили туда свою любовь правильно и мы вот поделились своей какой-то силой нежностью энергией через еду казалось бы так просто до сих пор помню как у меня родители приходили с работы оба ругались кому сегодня делать ужин и вот помню что у меня сформировалось такое отношение к этому ну что делать ужин это такое что-то вот неприятное надоевшие всем еще папа все время говорил ну скажите вы мне что сделать на ужин и вот складывалось впечатление что это какая-то ну просто тяжкая обязанность которую вот от которой надо всеми способами вот отнекиваться и вообще как то чем дальше ты будешь от этого тем лучше потом когда я попала в семью мужа своего вот познакомилась с их семьей я увидела совсем другое отношение это было такое трепетное отношение вот на кухне у них такая была атмосфера там было все так красиво какие-то салфеточки рюшечки бантички чистый пол всегда и вот они так эту еду готовили потом ее раскладывали вот в какие-то там красивые вот посуды и звали всех кушать я подумала тоже надо вот один и тот же процесс да вот насколько по-разному он может быть организован а если мы еще как верующие женщины тогда этого тоже не знала можем вот понимать что через вот эту пищу мы можем на самом деле поделиться своей любовью то это еще ценнее стает для нас для меня вот это такой какой-то творческий акт на кухне я очень люблю вот этим всем заниматься и просто вот вкладываю вот по максимуму саму себя вот такое простое дело как на еда хотя не считаю его простым от него зависит очень много в нашем здоровье то есть тем более когда речь идет об интимной близости да но порядке сегодня уже говорили да там на мастер-классе это понятно вот интимная близость это тоже способ не манипуляции супругом да ах если ты мне так не делаешь тогда я значит все тогда я устраняюсь нет это именно способ выразить свою глубочайшую любовь для мужчин это очень важно и это естественно тема отдельного разговора но советую вам не забывать про эту важнейшую часть супружеской жизни и своего служения мужу так дальше давайте посмотрим душевная близость посмотрите значит задача мужчины уважение общение руководство эмоциональная поддержка жены у женщины уважение общение послушание атмосфера в доме снятие стресса с мужчины защита его чувств вот даже в общении разные у нас функции понимаете если женщина приходит общаясь с мужем она делится своими чувствами только как я уже говорила без претензий без каких-то там вот негативов просто поделиться можно пожаловаться но не надо его самого касаться то мужчина он должен выслушать понимаете он должен молчать и слушать это самое мужское на свете дело когда мужчина молчит и слушает женщину не предлагает ей решения проблем просто вот дает ей выговориться и оказываете какую-то потом эмоциональную поддержку если ваши мужчины так не делают а мой мужчина так не делает ну бывает такое да бывают мужчины которые не любят слушать ну найдите значит найдите значит другого подумаешь другого человека я имела ввиду богу можно все рассказать вот то есть ну найдите того кто бы или ту скорее всего да кто кто бы вас выслушал вообще не советую вам с другим мужчиной откровенничать это очень опасно вот то есть если у вас не получается общение с мужем вот сделайте одну вещь просто создайте более приятную атмосферу может он привык что вы жалуетесь что вы говорите ах ты такой секой ты вот это мне не делаешь но попробуйте с другой стороны зайти сказать какой ты молодец вот олег сегодня сказал и тоже и прямо вот правильные слова когда вот говорит человек мужчина ослабевает то что он хочет слышать не тоже но я же говорила что так и будет ты меня не послушал он вот не это хочет слышать он хочет чтобы женщина подошла и с ласковым лицом с ласковым голосом сказала ему какой ты молодец вот ты же всегда у меня выбирался из всяких сложностей и сейчас выберешься и никого такого больше нет на свете как ты вот вот все там что-то не так а ты все так какой умный вот он что-то сказал а вы такая ведь точно ведь ты прав какая мысль умная вот так мужчина захочет с вами общаться понимаете ну просто вот создайте приятную для них атмосферу они очень любят когда их ободряют когда их поддерживают когда их хвалят если мужчина рассказывает вам что-то такое про себя хорошее а вы думаете но он что-то придумывает ну нет такого не снимайте с него розовые очки пусть он думает что он молодец потому что если он так будет думать он на самом деле будет молодцом если вы хотите окончательно мужчину вот деморализовать лишить его последних сил то скажите ему ты все таки неудачник ты все таки вот все делал плохо но это ты сделал хуже всего всего и крылья его они такие и он вниз пойдет понимаете то есть вот какая на нас женщинах ответственность вдохновлять своего мужчину атмосферой в доме снятием вот этого стресса которого у них не меньше чем у нас женщин да что такое защита его чувств что я вот имею в виду я имею в виду что мужчина он существо такое он смотрит вокруг да и мы сегодня говорили что есть интернет есть много других возможностей посмотреть вокруг и и он ну ну смотрит на других женщин ему может кто-то понравится если вот его женщина будет ну красиво будет вот ласково с ласковым голосом то это защитит его чувство понимаете то есть мужчины даже не виноваты они вот во всех мужских проповедях говорят об одном и том же ну чем я виноват бог меня такой таким создал и все тут трудно поспорить потому что на самом деле у них вот этот процесс вот они не могут пропустить мимо женщина идет они смотрят на нее и все они не могут этого вот нам женщинам даже понять это трудно какой-то механизм и зачем его бог заложил наших мужчин мы спросим потом на небе сейчас надо с этим просто примириться и вот быть для своей для своего мужчины вот максимально такой женщины ну которая бы как-то он понимал что вот у меня жена вот она настоящая принцесса она такая чудесная хозяйка она так меня любит я не никуда не уйду понимаете вот и даже ну как бы если я мне кто-то нравится но это не страшно таким образом через свое поведение через свою внешность через ласковые отношения мы защищаем его чувства потому что я знаю что некоторые женщины таким голосом говорят со своим мужем как будто бы они не знаю надсмотрщики в тюрьме или еще что-то из детьми кстати поэтому последите за собой как вы общаетесь какую атмосферу вы создаете если вас у вас нежный голос особенный для своих близких дальше посмотрите духовное единство третье мужчина это священник в доме это духовный рост который он должен сам свой да личный духовное попечение семье да такой священник и у женщины это поддержание авторитета мужа да это очень важно помните вот это муж ее известен у ворот если ты будешь извините на каждом на каждом углу про своего мужа говорить всякие гадости то у него не будет авторитета вот в этом еще одна защита мужа от ну от всяких сплетен от всего то есть жена говорит о своем муже хорошо и она также должна духовно расти сама жена чтобы соответствовать мужу потому что если муж уже вырастет духовно а ты нет будет дисгармония поэтому мы тоже должны расти не просто вот полагаться ну у меня же муж там например служитель да и я могу ничего не делать я просто за ним иду я послушная жена нет у тебя есть тоже ответственность за свой собственный духовный рост хорошо а если скажем вот же вы сидите слушаете и думаете но какой-то хороший был бы муж у меня я бы служила ему с удовольствием раз это такой мой долг да но а если он нехороший то что я освобождаюсь автоматически от этих обязанностей вот я точно знаю что он делает нехорошие вещи что он не прав я точно знаю может даже никто этого не знает но я-то знаю что он там ну у него есть какие-то вещи которые прямо скажем грехи я вам скажу вы все равно должны служить своему мужу единственное что совершенно неприемлемо это насилие в семье да ну об этом я говорю тоже каждый раз что это нельзя никаким образом оправдать или как-то терпеть это это не нужно делать это нужно с этим разбираться разбираться вот как можно скорее с этим делом но остальные вещи вот например вы знаете что у мужа есть какие-то неправильные вещи как вообще сказать об этом да и надо ли об этом говорить ну я думаю что говорить об этом надо но по-особенному то есть опять же исходя из вот такой женственной нашей природы не прийти и рубануть с плеча как мужик мужику он такой от вас не потерпит понимаете мужчине очень важно чтобы он сам принял какое-то решение вот если жена придет ему и скажет сделай так и так может он даже как-то и сделает но внутри ему будет очень больно от этого что его заставляют делать и жена может вот так мягко и спокойно как-то вот из подваль сказать что она думает что он не прав и дальше она должна быть готова к тому что он не согласится с ней и будет продолжать делать все то же самое но я вам скажу что терпение женщины ее ну такая вот такое правильное поведение служение по всем вот этим пунктам они в конце концов делают так что мужчина изменяется к лучшему понимаете то есть мы можем себя оправдывать у нас нету каких-то условий у меня нету там дома у меня нету еще чего-то каких-то материальных благ у меня муж нехороший он не делает все по заповедям Господним и поэтому я не служу как жена я вам скажу служите все равно вот служите потому что за это вам будет великая награда от Господа потому что мы как жены должны нести нас наш женский долг прямо изо всех сил надо служить почему я и говорю что все эти работы это хорошо но основная наша задача быть все таки дома чтоб сердце наше было дома поэтому вот тоже задайте себе хороший был сегодня вопрос на брифинге а сколько времени вы проводите дома задайте вопрос и что вы там делаете то есть либо вы там ну как-то все время ворчите и разносите какую-то вокруг себя вот это недовольство либо вы реально служите там за что вам Господь потом скажет молодец хорошо служила и самое важное что мы можем здесь сделать когда мы хотим поддержать своего мужа это быть счастливыми вот опять же вопрос но-бы кто нас делает счастливыми вот кто вот он нас делают счастливой муж я когда была эти большие годы семейной жизни я так и думала что муж должен делать меня счастливой ну а как а зачем я тогда замуж выходила конечно же я за GC7 он тебя здесь я думаю что он меня с generate счастливой женщиной То есть он-то думал, что он меня делает Счастливой женщиной, а я-то внутри Думал совсем по-другому В этом вообще не разберешься Кто там что как думает Просто я вам хочу сказать одно Прошли годы, вот эти десятилетия Семейной жизни, и я поняла Что один только человек Может сделать тебя счастливой Это ты сама Ну вот скажешь, еще тут служи Еще счастливой себя делай Да сколько же дел вообще Но на самом деле Если ты хочешь сохранить Семейную жизнь То ты должна Сделать себя счастливой И ничего так умнитающе Не действует на мужчину Как сознание того, что он не сделал Женщину счастливой Вот по сути, он ли делает счастливой Получается не он Но вот когда женщина счастлива Мужчина это воспринимает как личное достижение О, моя жена счастлива Это я ее сделал И никогда не разрушайте Это представление Всегда говорите Да, дорогой Я так счастлива с тобой Вот послушайте одну историю Про женщину У которой был муж И много детей И она У нее было очень много Домашних обязанностей Детей было реально много Но каждую пятницу Ну, как вы знаете Все тайное становится явным И в какой-то момент Так, все вышли отсюда И не забывайте Не забывайте об этом Не забывайте уделять себе внимание Да, что при всех вот этих вот служениях наших И задачах Вот самое главное Вот сделайте себя счастливыми И всем будет тогда очень хорошо Ну, что такое счастливая женщина Прежде всего это довольная женщина Правда? Довольная женщина Вот посмотришь вокруг Что-то мало мы видим Довольных женщин Вот давайте маленький посмотрим Отрывок из фильма Мы отведем ее в милицию Мой муж отведет Да, но мы же едем на дачу Муля, не нервируй меня Сначала отведем в милицию Потом поедем на дачу Да-да, отведем Пошли Муля, держи зонтик, не потеряйся Пошли Товарищ милиционер Что же это такое? На совершенно живых людей наезжаете Забрать Пожалуйста Запишите номер 3846 Слышите? И чтобы его очень оштрафовали Муля, за мной Муля, дай руку Руку Тудеть надо, тудеть Слышите? Забрать Муля, дай руку Вот оно вот так вот идет И мы Ну это бессмертная героиня Фаины Раневской С ее мулей Не нервируй меня Вот видите Она все время недовольна Всем абсолютно Дорогами Милиционерами Мужем Всем на свете Такие женщины Окружают нас везде Вот согласитесь На работе В транспорте В магазине Везде Какие-то Я нуждаюсь Ибо я научился быть Довольным тем Что у меня есть Умею жить и в скудости Умею жить и в изобилии Научился всему и во всем Насыщаться Терпеть голод Быть в обилии Недостатки Все могу Все могу В укрепляющем Меня Иисусе Христе И То есть Все могу Это не то что Волшебной палочкой Взмахну и сейчас Все будет Все могу То есть могу преодолеть Все трудности И остаться довольным И он пишет Я этому Научился А до этого В девятом стихе Он пишет Чему вы научились Что приняли И слышали И видели во мне То исполняйте То есть он говорит Я научился И вы тоже научитесь Понимаете А до этого Еще Выше стихах Он говорит О радости О умиротворении О беззаботности О позитивном мышлении И хочется спросить А где ты это все Павел Научился делать Где ты выучил Эти уроки Да как где В трудах В гонениях В тюрьмах В домашнем аресте В допросах Вот где я научился Это странно Потому что вроде бы Хорошие обстоятельства Должны научить Довольству А у тебя все наоборот И о чем это говорит О том что Довольство Оно не зависит От того что с нами Происходит во внешнем мире Вот не зависит Мои дорогие Довольство Это про то Что у нас внутри И Еще приведу вам Несколько Таких коротких Библейских примеров Например Бытие Тридцать девятая Глава Там рассказано О женщине У которой было все Кто это Была Знаете Ладно И так вам сегодня Много вопросов Что задавала Это жена Патифара Это была женщина Которую на самом деле Бог благословил То есть У нее Было богатство У нее Была красота У нее Был Муж Важный Слуг Полный дом Все желания Исполнялись Беспрекословно Все что она хотела Она получала Ну это ли Несчастье А вот Оказалось Несчастье Потому что Внутри себя Она это счастье Не смогла сделать И Жизнь ее В итоге Была пуста Понимаете Она Не имела Содержания Явно У нее не было С мужем Контакта И доверительных Отношений Не было И вот эта Пустая жизнь Привела к тому Что когда появился Иосиф Красавчик молодой Она что Она воспылала К нему страстью Потому что Вот эта пустота Она требует Все время Чем-то заполнить Она не может Изнутри себя заполнить Она Дай 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 И вот когда он появился Она сказала Хочу Хочу Вот этого Молодого Красивого мужчину И нет Чтобы ей Посмотреть Глубже Что кроме Вот этой Красивой Фигуры И лица Он еще Имеет что-то Еще Более ценное Такое Внутреннее благородство Понимаете Любовь к Богу Ведь через него Она могла бы Прийти сама К Богу Она бы могла Заполнить свою жизнь Посвятив ее Богу Но нет Вот Эта женщина Она просто Пошла на пролом Получила отказ И у нее не хватило Даже Какого-то благородства Отказаться От этого всего Она еще и отомстила Иосифу Тем что она Ну как бы Разрушила его жизнь Да У Бога там были Свои планы Понятно Но эта женщина Осталась Вы думаете С каким вот состоянием Потом Вот в таком же Недовольном состоянии Я думаю Еще хуже ей стало Или еще Одна женщина Из Ветхого Завета Первая книга Царств Начинается с истории Об одном Благочестивом Израильтяне Израильтянине Елкане У которого было Две жены И вот этот Человек-мужчина Ему не позавидуешь Он был окружен Двумя Недовольными Женщинами Одну-то Жену трудно Вынести Недовольную А тут их было две Значит Одна была Анна Которая была Недовольна Что у нее нет детей А вторая была Финанна Она Как раз имела детей Но тоже была Недовольна Потому что Ревновала Его К Анне Ей казалось Что он любит Ее больше Нет Чтобы ей поблагодарить Бога За детей За детей Это же было Такое благословение В те времена Это считалось Благословением А бездетность Проклятием У нее были дети Она могла Ими наслаждаться Она могла Благодарить Бога За это Но нет Все что она делала Это изводила Эту бедную Анну Всяко ее досаждала Всячески ее Ну Вот все что могла Делала ей плохое Понимаете И в конце концов Анна вышла Из этого состояния Правильным путем Она вот понимала Что Бог ей вкладывает В сердце желание ребенка И она пришла К нему с горячей молитвой И получила Этого ребенка Понимаете И оставилась В истории Израиля Как мать Великого пророка Финанна же Вот она Не вышла Из этого Порочного круга Недовольства И что мы видим Это разрушенная жизнь Это разрушенные Отношения Это просто Ты остаешься На обочине И последнюю историю Которую сегодня возьму Прекрасная история Из Деяний Девятая глава С 36 стиха Послушайте В Иопии находилась Одна ученица Именем Тавифа Что значит Серна Она была исполнена Добрых дел И творила Много милостынь Случилось в те дни Что она занемогла И умерла Ее омыли И положили в горнице А как Лидда Была близ Иопии То ученики Услышав Что Петр Находился там Послали к нему Двух человек Просить Чтобы он Не замедлил Прийти к ним Петр Встав Пошел с ними И когда он прибыл Ввели его в горницу И все вдовицы Со слезами Предстали перед ним Показывая рубашки Такие платья Какие делала Умела особенно Прекрасно делать Не было у ней Блестящих талантов Но умела она Шить хорошо И занималась она Прекрасным женским делом Она заботилась О других Да Эти вдовицы Которые были В плачевном состоянии В те времена Просто получали От нее одежду И вот таких людей Она там была И ее даже Ученицей назвали Первую вообще В Библии женщины Назвали ученицей Вот этот человек Чья жизнь Распространяла Вот этот Радость Цвет Довольство Понимаете И так ее люди любили Что они даже заставили Ее вот Воскресить Воскресили И посадили Снова за швейную машинку Давай Шеи дальше Для нас Даже умереть И спокойно не дали Ну любили Потому что Хотите быть Такими женщинами Слава Богу За таких вот За таких вот За такие вдохновляющие Примеры И последнее Что я вам скажу Это что Дорогие сестры Не позволяйте Своё счастье Вот Чтобы оно зависело От кого-то другого Своё счастье Надо растить Внутри себя Это знаете Как цветы Вот некоторые женщины Растят Большие цветы А некоторые Маленькие У них нету Может быть Места дома Или какого-то Желания нету Маленькие цветочки Они ведь тоже Очень радуют Понимаете И так же И так же Мы можем Вырастить Внутри себя Большое Счастье А можем Совсем Маленькое Но главное Чтоб оно Было И вот это Счастье Оно Согревает Нас Внутри И согревает Вокруг Нас Всех Если вам Хочется Счастья Больше Подумайте Может В вашей душе Просто нет места Может быть Вам надо Раздвинуть Границы Может быть Вам надо Раздвинуть Свои рамки И тогда Душа ваша Станет больше Глядишь И счастье Там станет больше Вот для меня Лично Счастье Можно идти Да Кто-то играет Для меня Счастье Это видеть Вот в нашей Повседневной Серости Город у нас Какой-то серый И Выйдешь на улицу Ну серое все Я очень люблю В этой Серости Видеть Нити Божественного Вот Участия В нашей жизни Эти нити Они такие Тонкие Их надо Заметить И они есть Везде Они есть В природе Они есть В нас самих Они есть В окружающих Людях Когда я Замечаю В окружающих Людях Сострадание Милосердие Вот какое-то Добро Которое тебе Вдруг оказали А ты Не ждал Даже Ему Очень много Именно через Женщина Приходит То я Становлюсь Счастливой Потому что Я вижу Вот Это делает Бог Не это ли Наша задача Здесь на земле Просто Рассматривать Эти творения Эту жизнь И Видеть Что В этом Рука Божья Слава Богу За Этот Чудесный За этот Чудесный Дар Что мы Можем Это Видеть А когда Я сама Например Могу Кому-то Проявить Тоже Участие Любовь Заботу Я еще Счастливее Становлюсь И Давайте Мы Просто Сейчас Вот Видите Прославление У вас Еще Там Есть Песня Спойте Нам Песню В это Время Думаю Вот Кто Хочет Может Выходить Сюда Вперед И Молиться За то Что У кого Есть Какое-то Недовольство Жизнью Или Вы Не Можете Стать Счастливыми Или У вас Какие-то Вот Эти Проблемы Давайте Помолимся Вот Сестры Тут Сидят Благословенные Галя Оля Ну Вот Служительницы Наши Марина Вот Все Кто Сидят На первом Ряду Петь песню И молиться Давайте Сейчас Все Вместе Закроем Глаза И Вообще Можете Встать Вы Наверное Все Замерзли Устали Давайте Встанем Прославим Господа И На самом Деле Сотворим Какую-то Еще Молитву И Будем Просто Наполняться Этим Внутренним Счастьем Алли Господь Слава Тебе Боже Благодарим Тебя Что Мы Любимые Твои Дочери Что Ты Сотворил Нас По Своему Образу И Подобию Что Ты Призвал Нас Свои Собственные Божественные Качества Нести В этот Мир Отражать Твой Дивный Свет Боже Мы Благодарим Тебя За Это Великое Добро И За Все Дары Которыми Ты Нас Облагодетельствовал За Все Чудное Что Ты Вложил Внутрь Нас В наше Сердце За То Что Сколько Бы Мы Не Отдавали А У Нас Это Не Кончается За То Что Нам Не Надо Экономить Нам Не Надо Думать О Сколько Жу Останется У Нас Отдавайте Как Можно Больше И Вам Еще Прибавится Спасибо Господь Спасибо Что Мы Можем Жить Такой Жизнью Щедрости Жизнью Даяния Жить Жизнью Служения Господи Вдохнови Нас Поддержи Если Кто Ты Сейчас В Зале Принимает Такое Решение Да Я Буду Служить Да Я Была Обескуражена Может Поведением Своего Мужа Поведением Своих Близких Они Делали Не Так Они Как То Вели Себя Не Так Но Я Буду Продолжать Служить Не Нарушая Своих Личных Границ Но Я Все Равно Буду Стараться Делать Добро И самое Лучшее Что Я Могу И Вот Это Является Ключом К Изменению Этого Мира Измени Что То В Себе Стань Счастливой Ты Увидишь Что Вокруг Все Стали Счастливыми Аллилуйя Да Будет Тебе Вся Хвала И Слава Друзья Спасибо Что Вы Были С нами Во Время Этого Служения Если Оно Коснулось Вас И Вы Можете Поддержать Нас Вы Можете Нас Поддержать Тремя Способами Первое Подпишитесь На наш Канал Пишите Комментарии Ставьте Лайки Все Это Способствует Тому Чтобы Благодаря Алгоритмам Ютуба Это Видео Было Показано И Рекомендовано Другим Пользователям Второй Путь Вы Можете Нас Поддержать Финансово Под Этим Видеом Есть Ссылки Где Рассказываться О разных Способах Как Вы Можете Это Сделать И Третье Пожалуйста Молитесь За Нас Чтобы Бог Хранил Нас Бог Благословлял Нас И Чтобы Дух Божий Действовал Через Это Служение Касаясь Новых Душ И Сердец Так Много Нужно Света В Эти Темные Времена Храни Вас Бог Служение 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 Служение